привет друзья с вами андрей чайкин позывной девочек я в походе в одиночном ну так получилось что у нас очень сильные дожди были прям такой мусон пришел и поливала всю неделю вот и поэтому как-то очень мокро и вот как-то я подумал что наверное не стоит народ тащить в такую слякоть а сам то я пойду вот планы у меня гардиозные мне надо доделать материал на два сюжета которые я уже собственно снял ну а третье это вот будет то что будет по ходу пьесы вот я так особо серьезно снимать не собираюсь по крайней мере сегодня вот задача просто пробежать отрезок пути дед километров 78 вот и стать на ночевку потому что сегодня пятница вечер уже потому что я с утра работал вот потом крыться собирался и вот благо лето и темнеет поздно а сейчас я скорее всего уберу камеру и снимать не буду потому что ночью снимать дорогу вот дорога гравейка в общем в лес зайдем тогда чуть-чуть и и буду начинать съемки ну что друзья я свернул с гравейки зашел в лес лес такой ну скажем так почти лиственный немножко елки и листвянка 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 вот комар такой умеренный но средства у меня есть от него дает клещей тоже так что вот я в этом отношении спокоен ну вот сейчас уже восемь часов вечера так что мне где-то полтора часа до захода солнца а пройти надо еще где-то с половиной три километра но уже по лесу так что волынку тянуть не буду отвлекаться на съемки тоже не буду просто ломанусь как можно быстрее вперед а снимать уже буду на стоянке все народ я дошел до стоянки если честно ухайдакался в хламину потому что после вот этих дождей лютых которые у нас шли всю неделю у нас там каждый день по 80 процентов нормы месячные выпадала все очень сильно под затоплено и пришлось обходить ломиться через такие дебри чтобы мама не горюй обходить вот это жижу сплошную везде все течет вот так что тяжко было но вот я вышел на муравьиную стояночку свою вот и так я ее называл потому что тут на подходе несколько больших муравейников но сама по стоянке все кажется пристойненько никого нету ничего все народ я конкретно забодался поэтому я по-быстрому ставлюсь вот ужинаю и в люльку уже стемнело я наконец загрузился сложился запустил ужин вот поэтому я так ничего особенного такого сегодня готовить не буду съем картошечку из пакетика все народ я наверное сегодня больше снимать не буду честно я просто конкретно ухайдакался доброе утро друзья я только проснулся и подумал хорошо что я не поставил тент не надо было и тут же пошел дождь сейчас буду ставить тент ну что друзья как только установил тент дождь кончился хотя шел довольно интенсивный ну вот я специально спустился к ручью показать какой очень хороший такие перекатики и одновременно глубокие места где можно даже котлом черпать и здесь еще он не запружен бобрами он там ниже по течению конкретно забит а здесь вон нормальный еще и вода чистая камешки есть удобно и вот там наверху на террасе уже моя палатка стоят ну что друзья я занялся так сказать утренними делами поставил наконец водичку вчера конкретно ухайдакался вот хорошо у меня я сейчас пробники под экспедицию делаю у меня картошечка такая в пакетике есть пакарончики в пакетике я пошел по принципу что быстрее всего делается скорее 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 быстрее всего делается картошечка закипела и уже готова замутил причем перелил воды получился такой суп пюре кстати говоря очень недурно получилось вот у меня мне было быстрый быстренько поел чаю хлебанул и в люльку и вот только сейчас я вполне себе нормально адекватный на самом деле вчера прошел только восемь километров но последний где-то километр был просто лютый там у нас я уже говорил последнюю неделю идут просто какие-то нереальные дожди вот набухало столько влаги что дальше ехать некуда и получилось так что там все разлилось и такая общего жижа болотная да и это не то что болото это просто огромные лужи которые стоят в лесу и это все дело пришлось обходить по каким-то буреломом вот ну мягко говоря задолбала вот но ботинки ботинки выдержали о это вяхи не знаю слышно вам или нет потому что печка рядом работает она будет заглушать вот сегодня вообще такие это самое под утро были это самые птичьи баталии в общем что творилось сначала бухала такая сова я сначала думал что она где-то там а под утро она уже орала оттуда с противоположной стороны но такой вот такой не знаю может быть так будет быть вот такой совчик маленький такой звук издает я так подумал что это нормальный такой ушастая сова или филин даже вообще такое что-то большое солидную вот потом прилетел сюда ворон и на него напали какие-то маленькие птички которые верещали истошно и они его прогнали видимо где-то здесь гнездо ворон нарисовался они его шуганули вот и это все дело подтверждал фильм опять это большая сова опять такая то есть драка а он из того угла у меня тут территория сюда не лезьте вот и а сейчас вот кажется утро настало вяхи начал орать теперь я знаю что это вяхи это благодаря вам вы мне меня просветили потому что я очень долго не знал что это за птица так кричит вот сейчас кофейка и у меня самса есть вот и буду собираться потому что дождик уже кончился солнце вылезло сейчас подсохнет палатка можно выдвигаться на самом деле сало у меня тоже есть но это на завтра сегодня самса я вчера есть не стал отложил на завтрак сейчас еще сейчас еще большую кастрюльку этого самого кипятка сделаю чтобы в воду залить поклажку это хорошо хорошо встречать утро в лесу осознавая что тебе не надо сегодня же бежать назад в город самса плюс кофе а водится закипела вот это будет под в баклажку ну вот мой лагерь уже солнце вылезло сейчас буду собираться вот здесь наша стоянка на которой мы не были наверно года с семнадцатого и напрягала вот именно вон то дерево которое упало там у нас лучей за спиной в таком овраге течет сейчас вот я попробую туда пройти там был завал но посмотрю может быть пролезть можно здесь была палатка вот рюкзак это я специально завалил чтобы зашнуроваться ну все народ я на маршрут пошел тихонько идем вперед там где-то внизу ручей мы потихонечку пробираемся мы я и рюкзак или я и камера какой-то выход грунтовых вод а за ними пошел ельник такой совсем совсем ельник ну вот ручей превратился в болотину неоднократно запруженную я в принципе это знал я никогда с этой стороны не ходил этого ручья а идея сейчас я должен выйти на стрелку я вам скажу что здесь даже идти проще чем справа берега пока пока не деревяшки постучу все друзья это стрелка я здесь в конце мая стоял вышел сейчас я здесь отдохну потому что шел тут все на метров пятьсот а удалбился по полной программе потому что ну завалы жарко вот здесь у меня палатка стояла впереди вон даже ветки остались дровишки от турбопечки тут конечно стояночка более комфортная чем та на которой ночевал но здесь хуже вода ну что тут прямо из бобровины вода течет ну и сами посмотрите какого цвета тут фильтрат надо делать и все такое а еще после дождей так вообще от вас все друзья отдыхаю тихонько ломлюсь через дебри но иду уже к знакомой стоянке снова у нас ручей только теперь уже с другой стороны другой ручей и тихонечку продвигаюсь вперед о какие стволы валяются о еще грязь тут под ними эш точке что он ствол валяется ну что друзья день был бурный скажем так даже очень в общем я еле успел добежать до это место которое прикинул себе на ночевку если честно потом я нашел лучшее место но я уже поставить успел потому что параллельно с этим за мной гналась абсолютно сизая туча сейчас надо будет от комаров запшикаться я максимально быстро поставил палатку тент вот только поставился и сразу пошел дождь вот да маршрут я изменил потому что ну очень 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 мокро грязно в общем совсем тоскливо как то вот после чего то я кажется отсидел вот этот вот первый заряд дождя вот потом пошел помылся на ручей ну как ручей такой еле еле душа в теле но что я делал я взял сковородку она у меня с длинной ручкой потому что ручеек течет такой щели глубокой вот и черпал оттуда поливался полился помылся вот пришел такой заточил бутер и рубанулся в общем я спал почти полдня вот и сейчас уже где то наверное часов 6 или 7 вечера я честно просто в палатке бросил телефон и посмотреть не могу вот я только только выбрался готовить ужин вот так вот ну вот моя палатка тут такая старая посадка и я вот на ней растянулся если честно вон там вот у меня ручеек течет надо было на той стороне становиться но это я осознал только когда мыться пошел а к этому времени я уже стоял и решил что менять позицию я уже не буду все разогнал комаров идти ни одного ряда нету поставил макарончики агрегат агрегат и тихонечко обалдею ну что друзья давно я не делал ничего такого вкусного сейчас решил попробовать такое простенькое в общем посмотрел один рецепт и решил его немножко приспособить под походное дело вот потому что он во первых простенький во вторых ингредиенты не сдыхают долго достаточно и в третьих ну это дешево вот сегодня будем делать пасту в азиатском стиле минтайку а пока я просто 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 варю макарончики так макарики готовы я сейчас сковородочку пересыплю потому что главная фишка здесь соус для соуса нам нужна икра минтая которая продается в любом магазине у нас стоит тишманская в общем совершенно оказывается честно не знал но на дальнем востоке в смысле в странах дальнего востока Корея Япония она ценится выше чем красная икра то есть она считается очень крутой вот но икру надо брать вот такую вот чтобы она была бежевого такого цвета а не белая потому что белая это подваренная икра а вот нужна такая сырая соленая сливочное масло соевый соус и рыбный соус в бутылочке из под пертусина его нужно буквально там несколько капель поэтому я не стал тащить сюда стеклянную бутылку это была вообще полная засада какая-то так на самом деле надо еще яйцо вот ну в пасту вбивается но я решил что для походной версии яйцо это как-то слишком заморочено будет поэтому будет вот такая версия и так сливочного масла должно быть достаточно много я уже в маленькую сковородочку она у меня работает как крышка но ставлю не на огонь вот так вот чтобы она не горела не жарилась а вот именно топилась не надо чтобы она была топленым растопленным точнее стараемся чтобы она вот не кипела не жарилась о готово теперь сюда заливаем приблизительно пол столовой ложки значит моя полная ложка соевого соуса и это все дело надо хорошенечко замешать чтобы масло смешалось соевым соусом как следует ну вот теперь сюда ну буквально три капли рыбного соуса он во всех супермаркетах продается но на самом деле китайцы японцы точнее корейцы японцы туда специальный бульончик из тунца заливают заливают ну где же его взять то опять опять теперь это все хозяйство заливаем заливаем макарики так и вот приблизительно сколько было масло столько должно быть карминтая где-то получается две ложки потому что масло немного и с этим делом опять все перемешиваем ребят блюдо готово перед тем как вбивать сюда ментая надо было сюда желток запустить но я думаю так будет хорошо давайте пробовать ребят дешево и сердито очень круто сюда на самом деле сверху еще надо нори положить вот но казус возник такой что я был в полной уверенности что у меня нори есть дома вот а когда стал собираться оказалось что уже нету а бежать в магазин покупать было сложно поэтому друзья паста минтайка без яйца и без нори ну очень вкусно ребят я взял рожки вот хотя ну японцы китайцы они используют лапшу в основном лучше бы подошли спагетти конечно но в походе спагетти ложкой неудобно есть все ребят сейчас немножечко подогрею это ребята очень вкусно рекомендую приятного аппетита ну что друзья дело к вечеру сейчас чаю попью и блюльку сегодня какой-то сонный день все время спать хочется доброе утро друзья утро действительно просто замечательное просто офигенное настроение вот я уже проснулся умылся вот и поставил кофе сегодня я продолжаю уничтожать запасы старых пакетиков с едой поэтому сначала кофе с бутером вот а потом гречка с мясом она у меня лежит года два уже год точно у меня даже огурец есть на самом деле были еще маленькие помидорчики черри но они раздавились и я их съел съел не снимаю сижу прям перед палаткой просто так удобно все доста на расстоянии руки ну что друзья я собрался свернул свой лагерь сейчас мне где-то километр до гравейки потом по гравейке поэтому в принципе нет смысла снимать такой обыденная движуха поэтому сейчас буду прощаться если вам друзья понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал дзен и телеграм тоже бывает важная информация и друзья ходите в походы но с правильной подготовкой и мы будем вместе продвигать адекватную походную движуху с вами был Андрей Чайкин позывной геныч пока 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 пока